Всем привет на моем канале и сегодня я снимаю видео как я мою свою улиточку. На прошлом видео мы делали вот такие брелки на рюкзаки. Так что обязательно посмотрите. В этом видео я буду снова мыть свою улитку. Что нам понадобится? Это ткань, конечно, чем будем мыть. Ее ложить. И махочка. Так должна быть немного питьевая вода в комнатной температуры, чтобы литка не заболела. Также нам для этого надо куда вливать всю емкость. Вот так вот и надо поливать. Сейчас я вам расскажу, что надо для улитки. Ну вот она уже вылезла. Сейчас мы будем ее немного еще поливать. Главное, чтобы не попасть дыхала улитки. Так вот поливаем. У меня две этих улитки. Так, чтобы я декупаю. Выливаем воду в какой-то другой емкость, другой стакан. Держим улиточку, чтобы ее не беспокоить. Просто подерживаем ее и моем. Вот такая у меня милашечка. Им скоро будет уже 3-4 года. 4 месяца. Вот так вот тут. Вода температурная. Так, что они очень любят мыться. Также надо мыть им раковины. В другом видео посмотрите, как надо ухаживать за улитками. И еще другие видео. Сейчас я расскажу, что надо для улитки. В моем видео вы узнаете, как их кормить. А вот сейчас я вам расскажу некоторые факты об улиточке. У улитки нет слуха. Так что она не может вас слышать. Но у улитки есть чувства и она очень любит разговаривать. Наверное, у них какие-то свои частоты, что они разговаривают на своем языке, что никто не слышит. Дальше. То, что у улитки нет носа и под дыхалом. Это у нее дырочка, которая открывается и иногда закрывается. Это и есть дыхательный аппарат. Все мы знаем, что дают большие усики. Это глазки. А вот нижние, мы не знаем, что это. Сейчас я вам расскажу. Верхние усики, это правда глазки. Но не вот это все, весь глазик. А вот это то, что черненькая. Вот если здесь присмотреться, на конце улиточки будет черненькая точка. Это и есть ее глаз. А нижние усики нужны, чтобы она чувствовала еду. То есть она определяет, какая еда по вкусу. Также улитки ночные животные. Сейчас есть ночные животные. Они не как люди, а утром они спят и иногда лазят. Некоторые думают, надо убрать у улитка еду, потому что они спят. Это неверное, потому что улитки могут, когда вас нету, когда вы в школе, просто вылезти и покушать. Также улитка может есть, не есть, точнее всего две недели. Так что, если вы уезжаете куда-то, лучше положить еду. Но морить улитку в холоду не надо. Через шесть месяцев улитка стоит половозрелой. То есть она откладывает яйца и из этих яиц вылупляются маленькие-маленькие улитяточки. Если это первая кладка, почти несколько, наверное, два или пять процентов будет в том, что никто не вылупится. Но это еще пока что нельзя. Это может быть, некоторые улитяточки вылупятся. Если у вас появилась уже первая кладка и вы не знаете, что с ней делать, вам мой совет. Выберите самые крупные яйца и отберите их. Как могут из этих яиц вылупиться маленькие улитяточки. Но это еще и не факт. Некоторые яйца это могут быть жировые или простые, чтобы мануть хищника. И как приручить улитку к рукам. То есть вы берете свой обрезатель и когда берете ее в обрезатель, так она к вам лучше будет. На руках и к вам быстрее прыгнет. Так что. И еще если вы подходите к Террариуму и вот так вот вложите ручку, то улитка к вам ползет и знает, что вы ее сейчас возьмете на ручки, покормите и все вот так вот. Что еще улиткам надо и что они любят? Улиткам надо это вот такой вот комарус. Они его очень любят и едят. Так что улиткам надо вот в такой вот коробочке, у меня хранятся вот такие вот херкулес. Они его тоже любят. Если посудить то херкулес мы тоже перемалываем, чтобы улитки ели. Ну и можно ими еще так давать. Еще то, что надо низку улиткам класть, это вот такой вот кокасовая стружка. Это она выглядит так, как она твердая. Здесь надо немного убрать. В теплой воде немного. Чтоб, ну сразу не надо заливать, надо немного по чуть-чуть заливать. Чтоб оно потом расширилось, пусть высохнет. И вот так вот. Это моя улиточка. Это герки. Вот такая вот она симпатюлечка. Очень интересно их иметь. Они безаллергические. Так что у кого есть на кошки или на собак аллергия, это не страшно. А что у нас у этой улиточки есть? Вот такой вот красивый как бы тигровый панцирь. Здесь у нее есть вот такой вот красивый окрас. Здесь она вот здесь вот поранила свою ракушечку. Вот здесь вот она залезла и здесь у нее получилась небольшая мятина. И вот здесь вот, так что прирост она дала. Так что вот эта вот линия. Видите, зазородника линия. Это прирост. Ни в коем случае улитку нельзя брать вот так вот тут. За зазородника. Потому что прирост очень слабый и он может быстро сломаться. Если это видео наберет 5 лайков, то я сниму лайкхаки для улитководов. А также сниму видео, как хорошо вы знаете свою улиточку. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал про Калика Кати. Ее канал называется Валентин про Калика. И на Бабенко Ани канал. Она снимает очень интересное видео про симсов. И Валентин про Калика тоже очень интересно снимает. Кстати, Валентин про Калика это моя подруга Катя. У нее так просто канал называется. Этот канал на английском. Она сняла очень интересных видео. И я тоже про животных. Как я сделаю их. Не забудьте посмотреть мои видео про лизуны. И все у вас будет хорошо. Также не забудьте поставить лайк. Подписаться на мой канал. И всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok